Привет всем, кто только присоединился. Меня зовут Ксения Рассказова и я тревел-эксперт Бамбарбия ТВ. Думаю, что при первой поездке в другую страну всегда возникает масса вопросов. Что же это за страна? Правда, что кругом обман и из вас, туристов, пытаются вытянуть только деньги. А кто же меня будет встречать в аэропорту города Шарм-эль-Шейх? А что, если я потеряюсь? А в ателье есть русскоговорящий представитель? И что же такое вход в море по понтону? Это получается, что я не буду купаться, я не смогу на берегу поплескаться? Друзья, есть, конечно, опытные путешественники, которые летают в другую страну, как себе домой. У него накатаны маршруты, нет проблем с иностранными языками. И если страна неизвестна, они заранее подготавливают информацию, смотрят тревел-блоги или советуются со своими тревел-экспертами. А есть те, кто летит впервые и переживает, чтобы все прошло на ура. Конечно, хорошо, когда вы летите с человеком, который знает все моменты, был много раз в Египте, и на него можно положиться. Если вы хотите получить всю необходимую информацию о первом отдыхе в Египте и сразу выбрать отель за один час, оставайтесь со мной. И сегодня мы будем говорить об отдыхе в Египте первый раз. А именно о городе Шарм-эль-Шейх. Разберемся, какие сейчас меры осторожности в аэропорту по прилету, какие сейчас меры предосторожности в аэропорту Борисполь при вылете. Скажу вам честно, отличаюсь только тем, что все ходят в маске и соблюдается дистанция. И у меня есть прекрасное видео от коллеги, очень информативное, посмотрев которое, вы сможете понять, что не все так сложно, как думается. Всем привет! Сегодняшнее мое видео будет посвящено туристам, которые первый раз вылетают за границу. Я сейчас нахожусь в Борисполье, терминал F, поэтому сегодня проведу вам экскурсию по терминалу F. Вводим терминал F и направлено нам туда. Итак, мы уже в аэропорту в терминале F. Первым делом мы прошли проверку. После проверки мы посмотрели направо, там находится онлайн-табло. На вашем онлайн-табло, пожалуйста, поищите информацию о вашем перелете. Вот наше онлайн-табло. Например, у нас рейс 72.05. Я его ищу в час 05. 72.05. Шарм-эль-Шейк. Так, рейс... Сейчас, что там написано? За 6.02. Пока что нету регистрации. Пока что ждем. Пока вы ждете регистрацию на рейс, позаботьтесь о вашем багаже. Все колющие, режущие, все жидкости свыше 100 мл кладите в багаж. Все ценные вещи, включая гаджеты, мобильные телефоны, фотоаппараты, ноутбуки, а также ключи от машины, кладите всегда с собой в ручную платье. По поводу упаковки багажа. Вы можете купить дома пищевую пленку, упаковать багаж, либо уже в самом аэропорту это сделать. В терминале F стоимость, если вы покупаете набор для упаковки багажа, стоит 70 гривен. Если вам пакуют на месте, это будет стоить 100 гривен. Но, если вы воспользуетесь сервисом в стоянке, о которой я говорила раньше, на стоянке пакует багаж за 50 гривен. Если вы проголодались на территории первого этажа, есть снайк-бар. Я вам покажу ассортимент, но все же своим туристам я рекомендую брать бутерброды или какие-то снайки тоже, например, печенье, яблоки, бананы. Если вы будете брать, пакуйте не в фольгу, а в бумагу или пищевую пленку, потому что могут попросить это все дело развернуть. Если вы не любите стоять в очередях вот таких длинных, вы можете воспользоваться услугой FastLime. Услуга FastLime стоит 400 гривен регистрация на рейс из человека, и также 900 гривен – это прохождение полностью и регистрация, и полностью, говорят, посадка на борт. Вот и дождались мы регистрации. Вот наш 7205 в Шар-Мальше, чек-ин 7-9. Это значит, что стойка регистрации – седьмая и девятая. Нам добавили еще одну стойку регистрации, и обратите внимание, на вот этих табло тоже написан номер рейса, не перепутайте. На стойке регистрации взвешивают и забирают багаж. Багаж должен быть не больше 23 килограмм, ручная кладь не больше 7 килограмм. Также я уже подготовила все документы, паспорта, и если путешествуете с детьми, помимо паспортов, нужно с тобой еще свидетельство о рождении детей. Если путешествуете с кем без одного родителя, то от него разрешение на вывоз ребенка. После регистрации нужно подняться на второй этаж. На втором этаже есть комната мамы и ребенка. На первом и на втором есть туалет, мужская и женская, ну и там уже ветра были. На втором этаже нас ждет таможенный и паспортный контроль. Нужно взять такую тарелочку, мисочку и там уже проходить. Все полностью снимать, ключи, ремень и проходить по рамочке. После прохождения паспортного и таможенного контроля мы выходим в стерильную зону, то есть зону дюйти-пре еще я ее называю. На что можете найти в этом? Вот смотрите, это такая тарелальная зона, это такой зал ожидания, где все ждут свой рейд. Но он настолько большой, вы спросите, куда же вам выходить. На самом деле у вас в посадочных талонах, помимо вашего места, еще указан гейт. Вот гейт, допустим, вот у нас гейт 4, поэтому мы вот смотрим, где у нас гейт 4. Гейт это ворота. Вот видите, F4 у меня на заднем фоне. Также, когда вы выйдете, вот еще на заднем фоне, есть онлайн табло, где написано идет посадка или идет ожидание на посадку. Пока ждете вашей посадки, вы можете воспользоваться всякими кафешками небольшими на территории стерильной зоны. Также есть комната для курения, есть туалеты, комната матери и ребенка. У нас началась посадка на рейс. Вот это происходит так. Идем сегодня пешком. Наверное, самая холодная часть, это посадка на бурт, а мы в каком-то мигнем. Так мы уже на борту, надеюсь, мое видео было вам боится. На борту самолета предлагают чай, кофе и воду. Четыре часа лета, и мы уже в Шарм-Аль-Шейхе. Нас с порта забрали таким автобусом и довезли в сам терминал. Заходим сейчас в терминал и поднимаемся по эскалатору. Поднялись мы по эскалатору и первая такая очередь у нас идет за миграционными картами. Поскольку у нас уже миграционки заполнены, мы проходим прямо и правее. Еще раз, вон эта вся очередь, а мы прямиком на паспортный контроль. Мы уже прошли паспортный контроль, сейчас в зале, там, где выдают багаж. Вот на ленте, и обратите внимание, есть онлайн такое телевизор, где написан номер рейса. Вот наш рейс 7205 светится, поэтому мы ждем багаж. Вот здесь. Сам аэропорт не очень большой. Когда мы заберем багаж, мы выстроимся в эту учень, и там, посмотрите, на заднем фоне уже можно купить карточку мобильного интернета. В Египте я никогда не надеюсь на отельный Wi-Fi, поэтому всегда покупаю мобильные карточки интернета. Вот эти салаты Vodafone Orange. Два раза брала Orange. Сегодня попробуем, если есть... Да, вот есть ребята, возьмем эти салаты. Так, мы уже купили сим-карту, теперь, ну, по идее, при выходе на улицу нас должны встречать представителей Джеймапа. К нам уже подходили, потому что мы, наверное, последние. Поэтому нам уже сказали номер автобуса. Автобус номер 10. Сразу вот, смотрите, видите, за моей спиной сразу автобусная стоянка. И ищите вашего оператора и номер автобуса, который вам сказали. Вот, мы нашли автобус номер 10, загрузили багаж и отправляемся уже в отель. Ой, вроде бы все. Хорошего отдыха. Ведь правда, ничего сложного. Еще хочу с вами поделиться коротким видео о том, каких же мер безопасности придерживаются в Египте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Друзья, для того, чтобы вы ориентировались, предлагаю ознакомиться с картой города Шарм-эль-Шейх и понять, на каком расстоянии расположены пляжи этого отеля. Старый город или променад Эль-Мерката. Перейдем к карте. ДимаTorzok Так, получается, на карте мы сейчас видим голубые отметки. Вот он расположен отель Уолдвиг, 4 звезды. Как мы и обсуждали, территория его небольшая. Посередине расположен огромный бассейн с различной глубиной и вокруг это уже корпус. Первый пляж, который платный, стоимость его составляет около доллара, расположен по дороге вправо. Это, получается, вот, отметочка на карте, тоже голубая, обращайте на них внимание. Это пляж отеля Риф Бич. Отмечу, что вход в море только по понтону, красивые коралловые рифы, но напитки все за дополнительную плату. Первое, это вход за дополнительную плату, 1 доллар с человека. Второе, это то, что напитки там платные. И чтобы перекусить, естественно, нужно возвращаться обратно в отель. И все это делается пешком, трансфера нет. Второй пляж отеля Уолдвиг расположен в заливе Шарм-эль-Мая. Это залив Шарм-эль-Мая считается самым безветренным, даже называю как бухта, бухта Шарм-эль-Мая. И здесь также расположен пляж отеля Уолдвиг. Вход в море песчаный, пологий. Как раз для тех, кто не очень любит плавать или, наоборот, не умеет плавать и хочется какого-то затишья, уединения, то вот, тот самый пляж. Что касается трансфера, трансфер ходит по расписанию, расписание может меняться, но расписание отлично подходит под завтрак, обед. Почему? Потому что отправление идет после завтрака на сам пляж и обратно трансфер с пляжа идет как раз перед обедом, что вы прекрасно успеваете и на обед. Также на пляже есть возможность заказать софт-напитки, фанта, кола, спрайт, также чай, кофе. Больше ничего перекуса здесь нет. То есть, запомнили, второй пляж в заливе Шарм-эль-Мая, песчаный, пологий вход. Чтобы найти коралл, нужно пройти к краю бухты. Так, и третий пляж отеля Уолдвиг, о котором мало кто знает, но он есть, его даже нет, то есть он официально даже не заявлен у тероператоров, но такая возможность есть. Конечно, ее могут отменить, но все-таки, пока она есть, ее можно воспользоваться. В заливе Рас-Ум-эль-Сид, отмечу, что этот залив Рас-Ум-эль-Сид внес в топ-10 мест красивым подводным миром сам Жак и в кустов. И что у нас получается? Возле кафе Фарша есть спуск. Спуск на пляж. Пляж этот небольшой, расположен он перед понтоном, который расположен слева. Вы видите, что здесь очень много коралловых рифов, но есть песчаный вход в море. И вот где вы видите рядом с пляжем камушки, вот здесь очень красивые коралловые рифы. Ну, или же немного южнее, если проплыть ближе к кораллам, то тоже очень красивый коралловый риф и очень много рыбок. Что у нас относительно трансфера? Трансфера нет. Если посмотреть расстояние от Олдвика до пляжа, до пляжа Фарша, оно немаленькое. Вот у нас сам отель расположен, видите, на самом верху голубая отметочка. И вот он пляж. Пройти в жару тяжело, скажу вам честно. Лучше заказать такси, стоимость такси 1 доллар в одну сторону. 1 доллар туда, 1 доллар обратно. Вот. И подводя итоги, могу сказать, что это идеальный отель для бюджетного отдыха. Тут за хорошую цену вы получите комфортные номера, вкусное питание и огромный бассейн. Поэтому, друзья, если у вас остались вопросы, обязательно пишите комментарии или нажимайте кнопочки под этим окном, выбрать агентство с списка, которое расположено ближе к вам и заказать там тур. Или можете нажать кнопочку тур от эксперта. И будете общаться лично со мной, я вам посоветую, какой отель подойдет больше. Так, и перейдем к следующим отелям. Следующие отели это отели Альбатрос, которые расположены в Хадобе. Их два. Называется Альбатрос Акваблю 4 звезды и Альбатрос Аквапарк 5 звезд. Это два идеальных отеля для семейного отдыха. Это те самые два отеля, в которые я могу отправлять клиентов с закрытыми глазами. И не переживать, что клиентам что-либо не понравится. И совместила я их не просто так. Эти отели расположены друг за другом в районе Хадоба в шаговой доступности от старого города. И ночного клуба Тадж-Махау. Пляж находится в самой спокойной бухте Шарм-эль-Мая, что отлично подходит для отдыха зимой. Вход в море песчаный, пологий и рядом есть коралловый риф. Я вам его потом на карте покажу, где же его все-таки найти. Дорога на пляж занимает где-то 5-7 минут. На Шаттлбассе и территории отелей достаточно большие. Ну, только задумайтесь. В Альбатрос Акваблюд 27 бассейнов, из них 5 с подогревом в зимний период. 17 горок для взрослых и 35 водных горок для детей и 10 водных аттракционов. А в Альбатрос Аквапарк 5 звезд, которые более новые постройки 2017 года, там 24 бассейна, 9 горок для взрослых и 35 горок для детей. И проживая в одном из этих отелей, вы можете пользоваться территорией друг друга. Для начала мы ознакомимся с каждым отелем по отдельности, а после выясним, какие же у них различия. И предлагаю вам ознакомиться с коротеньким видео по отелю Альбатрос Акваблю 4 звезды. 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 Правда крутые горки? Скажу честно, я познакомилась с отелем Альбатроса Акваблю 4 звезды еще в 2015 году. На то время я не считала себя трусишкой, я думала, что мне подвластны любые горки, но как же я ошибалась? Я не представляла такого масштаба. Из всех 17 горок для взрослых я испытала на себе около 30-40%. На некоторые я просто не решилась, а на остальные не хватило времени отдыха. Так, и перейдем мы к основной информации по отелю. Посмотрим фотографии. Это современный 4 звездочный отель, расположен на утесе Рассум Эль Сит. Он является частью Аквапарк Сити, который занимает более 140 тысяч квадратных метров. В отеле Акваблю Резорт насчитывается около 520 номеров. В каждом имеется ванная с косметическим зеркалом и феном, а также кондиционер, мини-бар, сеть, телевизор с ЖК-экраном и цифровыми каналами. Письменный стол и телефон с прямым номером. В номерах также ежедневно проводится уборка. Ну и Аквапарк. В Альбатрос Акваблю – одно из самых удивительных туристических мест. Полно пышных зеленых ландшафтных садов и расположено на живописной береговой линии Ум Эль Сит. Все члены семьи получат здесь массу удовольствия в течение дня приключений и развлечений. Ощутите незабываемые эмоции и скорость на 17 горках и прокатитесь по реке. Дети будут прекрасно проводить время на игровой площадке, в то время, как их родители насладятся бассейном с волнами. Что может быть лучше, чем провести жаркий летний день в Аквапарке, где вам гарантирован веселый отдых для всей семьи? Есть также детский мини-клуб для детей от 4 до 12 лет «Дельфин», который предоставляет ежедневные развлечения, отдых и заботу о ваших детях. В то время, как мама и папа могут отдыхать под пальмами у бассейна или заниматься любым видом спорта, дети веселятся и получают удовольствие. Акваблю Резорт предлагает широкий выбор ресторанов на любой вкус, всего их 5. Банальный прием пищи превратится здесь в настоящий праздник для всех пяти чувств. Вас ждет уникальное путешествие в волшебный мир Востока с его потрясающе вкусными блюдами, кальянами и живой музыкой. Рестораны гостиничного комплекса предлагают своим гостям широчайший ассортимент блюд. Ну и пляж, как мы обсуждали ранее, расположен в 5-7 минутах езды на Шаттлбассе, который ездит каждые 30 минут. Вход в море песчаный, пологий. За пирсом, вот вы видите на фото пирс, за пирсом есть прям песчаный пологий вход, но на глубину идти метров 20-30. Если вы хотите вход в море сразу, чтобы был, но не глубокий, где-то 80 сантиметров, то можете выбрать пляж, который перед пирсом расположен. Здесь вы сразу попадаете на глубину и можно же пройтись и найти коралловые рифы. С красивыми рыбками. Ну и пришло время познакомиться с Альбатрос Аквапарк. Посмотрите небольшое видео презентацию отеля, после чего разберем, какие же у них отличия между четверочкой и пятерочкой. Альбатрос Аквапарк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 ресепшн. На ресепшне вы регистрируетесь, на ресепшне вы берете для себя концепцию «все включено», чтобы вы всегда знали, где и в какой момент вы можете покушать, какие услуги для вас бесплатные, какие услуги платные, как работает анимационная программа, ну и куча полезных нюансов, которые обязательно понадобятся вам в течение отдыха. Также в этой зоне расположен лобби-бар, и именно туда мы сейчас с вами идем. Этот лобби-бар работает до полуночи. Здесь можно пить и алкогольные напитки, и безалкогольные. Нужно выпить чашечку кофе. Алкоголь, кстати, в этом баре предлагается местный. В лобби-баре есть закрытая зона, естественно, где можно комфортно посидеть, если на улице вдруг ветрено или уже достаточно прохладно вечером или ночью, и вам хочется побыть в комфорте и в уюте. Здесь же играет живая музыка по вечерам, и вы можете послушать ее и пить свой кофе, либо какой-нибудь коктейль. Также здесь есть выход на улицу. Отдельная терраса, которая тоже относится к лобби-бару, поэтому напитки можно брать здесь, переходить на террасу и сидеть на свежем воздухе. Спуская с первого этажа, где расположен лобби, мы попадаем с вами в зону, где находится конференц-зал, а это значит, что здесь можно проводить мероприятие, и где находится основной ресторан. Он работает на завтрак, обед и ужин по системе шведского стола. Ну что, и теперь выходим наконец-то смотреть территорию. На территории отеля есть корпус, основное здание, это трехэтажный корпус, где расположены разные типы номеров. И есть часть территории, которая полностью занята бунгало. Это одноэтажные здания, в которых тоже расположены номера. Также на территории отеля вы, естественно, найдете бассейны, и здесь мы с вами условно поделим Nubian Island на две зоны. Тихая зона, где расположен бассейн, который не подогревается в зимний период, и зона активная, где расположен бассейн, который подогревается, соответственно, в зимний период, и где проходят все анимационные программы. Ровно посередине в отеле Nubian Island находится вот такой пятачок с магазинами. Здесь магазины совершенно разные, поэтому если вам что-то хочется купить, это можно сделать и именно здесь. Вот, например, магазин, в котором продают футбол, футболки, вьетнамки. Если вдруг порвались ваши или вы забыли, можете купить. Здесь можно купить разные чаи, масла, вот еще много всяких интересных каких-то штучек. И есть магазин с сувенирами. Магниты, пожалуйста. И, заходя уже сюда, можно найти вообще огромное количество всего. И египетские кошки, и пирамиды, ну, все основные главные символы Египта. Можете привезти именно из отеля Nubian Island. Ну что, слышите? Начинает играть музыка. Это значит, что мы с вами уже переходим в активную зону. И сейчас посмотрим этот активный бассейн и анимационную программу. Ну что, водичка в бассейне действительно теплая. И в этом бассейне, кстати, как вы уже заметили, есть бар. Можете прям плыть, подплываете к бару и заказываете себе все, что вам хочется выпить. Здесь же, в этой зоне, находится вот такое здание. В этом здании вы можете найти а-ля-карт ресторан. Его посещение для гостей бесплатно. Спа-центр. Там, конечно, услуги уже все за дополнительную плату. И тренажерный зал, которым можно пользоваться абсолютно бесплатно. Если вы спортсмен, если вы следите за своей фигурой даже на отдыхе, добро пожаловать в тренажерный зал в отеле Nubian Island. Ну что, тренажерный зал на самом деле хороший. Здесь очень много разных тренажеров, разного оборудования, гантели всякие разного веса. Поэтому, если вы занимаетесь, то вам действительно здесь будет чем заняться. Ну и смотрите, в дневное время на улице солнечно и тепло. Все загорают возле бассейна, а вы можете прийти в тренажерчику и позаниматься абсолютно наедине с самим собой. Вот как я, например, села и еду куда-то. Это номер категории «Сьют» в отеле Nubian Island. Идем смотреть. Так, сразу видим набор для приготовления чая и кофе. Здесь стоит вода, соответственно, чайничек, чай, кофе, пожалуйста, вам чашечки. Тут же вы можете найти для себя мини-бар. Мини-бар в отеле Nubian Island пустой. Если вам необходимо его заполнить, скажите об этом на рецепции и с дополнительную плату вам его наполнят. Конечно же, есть шкаф для одежды. В нем можно найти сразу сейф, пожалуйста. Тоже есть инструкция, как сейфом пользоваться. Вы устанавливаете свой индивидуальный код пользования сейфом и все ваши вещи, которые вы положили, будут в сохранности. Открываем шкафчик и видим, что здесь у нас есть гладильная доска, есть дополнительная одеялка, если вдруг вы замерзли. Ну, конечно, есть вешалки, чтобы развесить свою одежду. И теперь переходим в санузел. В санузле мы, конечно, можем увидеть раковину, есть ванна, есть фен, все, что нам необходимо. Здесь еще и обязательно есть набор косметики. Это и гель для душа, и шампунь, и мочалочка, есть зубная щетка, дополнительно, конечно же, полотенце, конечно же, мыло. Все, что вам может понадобиться, когда вы отдыхаете в отеле Nubian Island. И основная комната. Здесь находится большая двуспальная кровать. Она удобная, хороший матрас. У нас халаты, тапочки, конечно же, столик туалетный, конечно же, есть телевизор и есть зона отдыха, где можно присесть, где тоже можно расположить какие-то свои вещи, которые вы привезли. И я напоминаю, что это номер категории сьют, поэтому логично, что здесь, как минимум, должна быть еще одна хорошая просторная зона отдыха. В отеле Nubian Island это отдельная комната, в которой находятся два диванчика, больших, полноценных, тоже есть столики и тоже есть выход на балкончик. А теперь очень важный нюанс. Мы смотрим с вами номер категории сьют. Но, если представить, что второй комнаты нет, что здесь вместо двери дальше продолжается глухая стена, то точно так же выглядит стандартный номер. Питание в отеле Nubian Island хорошее, полноценное. Я уже говорила о том, что это формат шведского стола. Но сегодня нам повезло вдвойне, потому что именно сегодня гала-ужин. И весь акцент ужина сделан на морепродукты и закуски. Здесь есть и крабы, здесь есть мидии, здесь есть разная рыба. Коктейли с креветок, стол с салатами, которые тоже подойдут абсолютно каждому по вкусу. Фаршированные артишоки. Предоставлен различный выбор фруктов. Есть диетическое меню. Это вареная курица. Здесь у нас вареные овощи. И здесь у нас вареный рис. Зеленые бобы с анчоусами. Смотрите, вот что с картошкой сделали. Ну, правда же, это очень красиво. Каждый вечер готовится какое-то блюдо, которое вам может отрезать официант и положить отдельно в тарелочку. Тоже очень рекомендую попробовать, потому что все на самом деле очень вкусно. Каждый вечер это разные продукты. Пицца. Фаршированные помидоры. Рулетики с начинкой. Это жареная рыбка, которую готовят самую свежайшую прямо вот здесь, прямо при вас. Ее приготовили, вы ее взяли и кушаете, наслаждаетесь совершенно свежей, вкусной рыбой. Поэтому приятного вам аппетита в отеле Нуби Анайланд. Рулетики с начинкой. Рулетики с начинкой. Рулетики с начинкой. айленд друзья ну пора лететь на моря египет это идеальный вариант так ну и как мы делаем по стандарту смотрим где же расположена этот отель пока так что у нас получается этот отель расположен на в районе на бэй вот отметочка голубого цвета вот внизу получается отель nubian village а выше отель nubian island вот такая у него огромная территория вход в море есть по понтону а также есть расчищенная лагуна это вы можете увидеть на карте видите такие как более темные места ближе к берегу это соответственно место вернее ну да место без кораллов это уже как расчищенный коралловый риф либо уже такое природное явление что кораллы расположены чуть дальше если смотреть расположение отеля относительно других районов то вы можете увидеть что сам отель расположен севернее ближе в сторону табы на краю шарм-эль-шейха от аэропорта видеть расстояние небольшое но занимает около 20 30 минут сам шарм-эль-шейх небольшой город тут просто интересное такое транспортное сообщение что прежде чем повернуть налево вам нужно проехать километр но это такие особенности так и это отель нас расположен севернее всех друзья мы все-таки пора лететь на моря оставляйте обязательно ваши заявки пишите комментарии или же а вы можете нажать кнопку под этим экраном выбрать агентство мара которая расположена ближе к вам и заказать тур или же нажать кнопку тур нажать кнопку хочу тур от эксперта и будем работать вместе думаю сейчас самое время лететь отдыхать только представьте сколько эмоций вы получите сколько витамина д и если вы любите активный отдых и хотите посмотреть красивый коралловый риф то рекомендую выбирайте обязательно отель нубин айлен 5 звезд итак друзья сегодня мы рассмотрели такие отели all 2 4 звезды который имеет доступность к трем пляжам на выбор но до всех нужно либо идти либо ехать второй отель это альбатрос акваблю 4 звезды 3 отель альбатрос аквапарк 5 звезд которая совместила 4 звезды постарше 5 звезд по новейную территория побольше и позеленее у отеля 4 звезды до пляжа нужно ехать 5-7 минут пешком идти конечно же будет дольше но в такую жару я бы рекомендовала лучше проехать тем более там транспорт ходит справно каждые 30 минут шаттлбасс от ресепшн отеля там вход море песчаный пологий но и четвертый отель который мы сегодня рассмотрели это отель нубин айлен 5 звезд который расположен на берегу моря имеет лагуны с песчаным ходом и также есть ход море по понтону где вы сможете понаблюдать за красивым коралловым рифом так это те отели которые мы сегодня обсудили и хочу вам напомнить с вами была ксения рассказывала эксперт travel эксперт бомбарбия тиви обязательно пишите ваши комментарии буду рада и хочу вам показать коротенькое красивое видео по египту а 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА